Ну что ж, тётя Марина надела очечи и собирается пояснять за литературу для начинающих. Кажется, это заявка на победу. Всем привет! Меня зовут Марина, и вы на канале Баба Лама. Сегодня, как вы уже могли понять, мы поговорим про литературу, которая, по моему мнению, могла бы подойти для начинающего читателя. Но изначально хотела бы оговориться сразу, что, в общем-то, не зазорно начинать читать в каком угодно возрасте. Да, очень многих школьная программа по литературе подкашивает, и даже теряется вот этот энтузиазм читать книги. Благо, как мне кажется, сейчас, последние лет пять, есть вот этот культ литературы для подростков, и он настолько сильно развит, настолько всего много есть на рынке, что, в общем-то, глаза разбегаются. Я была последний раз на выставке, а нет, это была ярмарка московская, которая была в Москва-Сити, ну, рядышком там. И я могу сказать, что популярность книг у молодёжи, она есть. Да, там есть определённый сегмент, который, наверное, я бы не сказала, что меня заинтересовал бы. Хотя в своё время, возможно, я бы такое читала по незнанию. Хочу сказать о том, что я выбрала несколько критериев, по которым отбирала книги, и советую начинающим читателям, в принципе, на это опираться. Первое, это, конечно же, интересный сюжет, потому что нам нужно завлечь читателя в этот мир. Неважно, какой я не имею в виду конкретный жанр. Это может быть романтика, это может быть фэнтези, это может быть какой-то реализм, это может быть исторический роман. Но я вам предлагаю сделать вот такую вещь. Если вы начинающий читатель, вы, скорее всего, смотрите какие-то сериалы, фильмы, может быть, мультсериалы. Посмотрите, какой жанр вы чаще всего смотрите. Либо то, что вас может зацепить. Вот вы начинаете смотреть фильм, вы можете прямо бумажки выписать, что вам нравится. Потом не обязательно пользоваться именно моим списком, то, что я вам советую. Для меня это, например, база. Для вас будет своя база. И я вам уже повторяю не один раз, и буду повторять это на протяжении вообще всего своего канала, мы должны найти свой литературный путь. В любом случае, когда мы начинаем только читать, нужно подобрать для себя литературу, которая нас зацепит с первых строк. Когда мы не особо шарим за какие-то стилистические навыки автора в построении сюжета, самого текста и всего остального, то нам важно, чтобы был интересный сюжет, чтобы он нас захватывал, чтобы были яркие персонажи, чтобы был легкий слог. Давайте объективно оценивать свои возможности. Небольшой формат, разноплановые жанры, нам надо попробовать всё. Да, сейчас популярна фэнтези. Окей, мы посмотрим фэнтези разных стран, разных эпох, посмотрим и классическое фэнтези, посмотрим и что-то, что сейчас популярно, какие-нибудь ролл-фанты, например. Либо, если мы уже определили, что фэнтези, мы немножко почитали. Можно посмотреть реализм, можно попробовать себя в фантастике, посмотреть, что может нравиться. И после этого уже определить, что, ага, вот это интересно, это неинтересно. А тут и подъехали авторы, которые нам уже не первый раз попадаются, и мы знаем, что для нас они хорошо пишут. И так строится как раз-таки литературный вкус. Конечно же, очень важно, чтобы были яркие, запоминающиеся герои, харизматичные. Неважно, это злодей, это главный герой, который кажется, что он хороший. Не надо думать, что один персонаж может быть только хорошим или плохим. Мы все люди, и там, скорее всего, тоже написаны эти персонажи людьми, которые, если они талантливы и хотят хорошо написать книгу, будут писать своих героев противоречивыми. И мы должны испытывать эти эмоции при прочтении, мы должны от ненависти к любви, от неприязни к какому-то уважению. И когда мы это всё испытываем вместе с героями, мы понимаем, что такое нам нравится, и мы хотим читать уже такое. И у нас поднимается планка литературного изыскания. Пусть будет так. Потому что мы понимаем, что, ага, мы это уже читать не будем, потому что такое уже не прокатится с нами. Это слабая работа. Мы будем искать что-то лучшее для себя. И, конечно же, последнее, что я могу сказать, это циклы и серии книг, которые как бы нас погружают в какой-то большой мир и помогают за раз прочитать какое-то количество книг, а не так, что мы прочитали одну, и потом целый месяц сидим, думаем, господи, ну что же прочитать? Циклы книг исправляют нас от подобных дилемм. Итак, подведём итоги. Что нам нужно для хорошей книги-новичка? Интересный сюжет. Лёгкий слог, небольшой формат книги, разноплановость жанров для того, чтобы не скучать и понять, что нам интересно, яркие харизматичные герои и циклы книг для того, чтобы понять, а нужно ли нам это вообще или нет. Или мы больше любим одиночные книги. Это тоже всё приходит с опытом. Также все свои книги я разделила на несколько категорий. В конце я вам расскажу немножечко про классику, но сразу говорю о том, что меня всегда удивляет, когда люди в подобных форматах видео говорят только о классике. Как мне кажется, это немножко лицемерно, потому что говорить о том, что эта книга тебе точно понравится. Нет, не может каждая книга нравиться всем людям. И то, что я сейчас вам буду говорить, это абсолютно моё субъективное мнение по поводу того, что я читала. И мне кажется, что для новичков это может подойти. Это вовсе не значит, что вам это обязательно должно понравиться, что вам это обязательно должно быть так же легко читать, как и мне. Соответственно, где-то может быть тяжело, где-то, наоборот, легко. Но я подобрала то, что мне показалось по критерию подходящим. Я считаю, что, опять же, в классике нужно подходить очень аккуратно и осознанно, не заставляя себя её читать, только потому, что Вася Купкин на заборе сказал, что если ты не читаешь классику, то ты вообще не пойми, что читаешь. До этого Васю Купкина можно с забора-то схинуть и убежать, чтобы административку не схватить. Но поехали! Первый блок — это мои любимые книги. Здесь почти все те книги, которые я всем всегда советую говорю, офигенно, всё, читайте, читайте, читайте. Сразу скажу, что они все в жанре реализма. Не знаю, как-то так сложилось, но просто в моей жизни больше литературы именно этого жанра. Первая книга — это американского писателя Кэтрин Стокетт «Прислуга». Мы окунаемся во времена 60-х годов XX века. Это у нас Южные Штаты Америки. И кто немножечко знает историю, поймёт, что это самый пик накал сегрегации чернокожего населения Америки. И мы окунаемся в городок, где есть три действующих главных лица. Две девушки чернокожей служанки и одна девушка, которая не хочет идти по стандартам своей белой жизни, чтобы выйти замуж, родить 100-500 детей и быть хозяйкой этого дома, где-нибудь там на ферме. Она решает стать писательницей. И что из этого получается? Есть экранизация фильма. Честно, не могу сказать, что я её полностью смотрела, не помню. Но книгу я перечитывала раза четыре. Я хочу собрать её вообще во всех изданиях, которые она есть в России. У меня есть сейчас два издания. Не самые популярные. Кстати, с кинообложкой я так и не купила, но я пересилила. И теперь я хочу её купить. Вот, охочусь за ней на Авито. Советую. Но будьте готовы, потому что она достаточно объёмная. Там около 500 страниц. Поэтому с неё я не советую вам начинать. Но, тем не менее, уверена, что история вам понравится, потому что повествование идёт от лица трёх героинь. Но при этом каждая там... Ну, не каждая глава, но вот блок, где повествование идёт от лица героини, оно от первого лица, что как раз может даже, наверное, как-то ещё больше проявить эмпатию к той или иной героине. И возрастная категория здесь, на самом деле, большая, потому что она может понравиться как и взрослому поколению, так и более младшему. Но советую её читать для понимания ситуации, наверное, лет с 13. Также будет интересно, если вы по ходу прочтения книги углубитесь в историю США по этому вопросу, потому что всегда интересно, когда ты читаешь какую-нибудь художественную литературу, и если она как-то связана с историческими событиями того или иного периода, то можно ещё и поинтересоваться действительно обстоятельствами, которые происходили в тот или иной период. А мы едем дальше. И следующая книга — это французский. Автор Мари-Одмюрай «О бой». Книга написана в конце 90-х, про 90-е, во Франции. У нас есть три ребёнка-сироты, которые должны поехать в приют, но они отчаянно ищут хоть каких-то родственников, которые могли бы их забрать. Там есть две девочки, одна взрослая, вторая маленькая, и средний мальчик, который не по годам умён. И как раз-таки он пытается себя и сестёр устроить в руки своего новоявленного двоюродного брата, которому они вовсе-то и не нужны. И он им не суперсимпатичен, но выхода другого нет. Чем всё закончится? Посмотрим. Книга достаточно забавная. Здесь поднимается несколько конфликтов, в том числе и на почве ЛГБТ. Но мне нравится то, что это показано не просто ради того, чтобы была повесточка, а это играет непосредственно на конфликт, на сюжет книги. И очень здорово, что это прописано именно в те времена, когда это было очень остро в Европе. И мне понравилось. Много забавных моментов, диалоги прикольные, вот этот их двоюродный брат, прям душка, харизматичный герой, хотя я не считаю его главным героем. Просто для меня главный герой всё-таки дети. Подойдёт, наверное, больше для подростков от 12 до 17. Единственное то, что издание у них не очень, оно достаточно дорогое. Это покетбук и обложка не симпатичная, но вы можете попробовать её почитать в электронном виде. Третья книга это шведский писатель Фредерик Батман, он у всех на слуху, и его вторая жизнь, увы. Сильно распыляться не буду, просто скажу, что это была моя первая книга у автора, и после этого открылся долгий путь в мир его произведений. Советую, если вы хотите читать одного и того же автора, но при этом у него отдельные произведения, а не его цикл, то советую делать всё-таки перерыв для того, чтобы не перенасыщаться его творчеством и как-то не обесценивать хорошую книгу. Следующая книга это даже серия книг про Энн из зелёных мезонинов. Люси Мод Монгомери, канадская писательница, про сиротку, девочку Энн, которая попадает в приёмную семью брата и сестры, что с ней происходит, её взросление, путь. Это всё вы сможете узнать на протяжении семи, по-моему, книг. Я остановилась на четвёртый. На самом деле, советую вам их читать весной. Такая ещё, может быть, атмосфера полузимы, это где-то март, конец марта, начало апреля. Вот будет идеально. К сожалению, издания книг нет в полном объёме, я даже снимала по этому поводу шортс. Я хочу вот старое издание, но вот я увидела, что выходит новое. У Эксмо Яркие Страницы вышла первая часть, и вот в шортсе я говорила, что вот-вот должна выйти вторая, и на зоне я увидела вторую. Она так красива, я вот хочу себе сказать первую, а вторая ещё на предзаказе. Я думаю, что я буду потихонечку собирать, смотреть, но я очень надеюсь. Короче, надо подождать третью часть, потому что первые две выпускают абсолютно все издательства. Но вот если они будут выпускать уже и третью, то это уже хорошо. Поэтому я думаю, что я подожду анонса третьей книги, и тогда куплю первые две. Вот. Вы же их можете почитать в электронном виде или аудиоформате. Аудиоформат очень хорош, особенно, когда вы только начинаете читать. Единственный момент то, что нельзя полностью переходить на аудиокниги, иначе вот этого момента, что вам нравится именно сам факт чтения, его просто не будет. У вас не будет механически появляться мысль о том, что нужно открыть книгу и читать слова. Но мы об этом ещё поговорим в конце ролика. Поэтому Люси Мотт Монгомери прекрасна. Посмотрите, у неё ещё есть другие книги. Единственное, я думаю, что это считается у неё романтическая проза, то есть у неё романы. И я думаю, что они для девочек чуть постарше. Серию книг про Эну можно начинать смело с 10-11 лет. Шикарно зайдёт. Понятно, что по мере того, как взрослеет героиня, может, какие-то моменты могут быть непонятны, но первые две книги смело можно читать хоть в 10-11 лет. Очень лёгкий слог, интересный герой. Даже взрослое старшее поколение не покажется каким-то заунывным. Следующая книга американской писательницы восточного происхождения, я просто не помню, она китаянка или нет, Селеста Инг и её «Всего, чего я не сказал». Обожаю книги, где завязана какая-то семейная драма, конфликт между отцами и детьми, недопонимание. Но у Селесты Инг мне нравится, что есть главы, посвящённые прошлому герою. И мы понимаем, что то поведение, которое мы видим сейчас у взрослого человека, оно уже является последствием того, что происходило несколько десятков лет назад, когда он сам был молодым, и что для него это тоже травма. И он делает всё в своих силах, просто не понимая, что тем самым вредит своему ребёнку. У нас здесь даже есть небольшая детективная век, потому что в начале книги вся завязка на том, что у нас есть семья, и старший ребёнок в семье, девочка, она погибает. И непонятно до конца, что с ней произошло, кто вообще виновник этой трагедии. И на страницах романа мы, конечно же, сможем найти ответы на все наши вопросы. И по окончанию прочтения, наверное, всё-таки эта книга оставит послевкусие какого-то, желание поразмышляет на некоторые темы, особенно касающиеся отцовско-детских отношений. Не знаю, как ещё так назвать. Следующая книга тоже американской писательницы восточного происхождения Джин Квок «Девочка в переводе». Тоже про детей, про родителей, но немножко другого формата. У нас есть главная героиня, которая с мамой переезжает из Гонконга в Америку. Она приезжает, когда у мамы её в Америке находится сестра, они в надежде, что им помогут. Но всё оборачивается не тем лучезарным мечтательным куполом, про который они думали. Всё происходит немного по-другому. И эта книга о взрослении, о понимании того, что мир не настолько идеальный и прост, как может показаться маленькому ребёнку. Это судьба тяжёлая, где ребёнок с самого детства понимает, что ничего просто так не будет. Концовка для меня немножко получилась не такой, как я хотела, но меня в принципе порадовала. Советую. Книга небольшая, купить её, к сожалению, нигде нельзя. Я вот свою покупала на Авито, и именно с неё начался мой путь на Авито. Но нет, ничего невозможного. Можете поискать в печатном виде. Есть покетбуки, я видела даже, по-моему, на зоне букинистика, либо тоже в электронном виде. Все пути открыты. Следующая категория книг это увлекательная детская литература. Здесь у меня все книги, кроме одной, это циклы книг. И я думаю, что они совершенно прекрасны в своём жанре. И прям вот, можно даже детям, подросткам и тоже с ними ознакомиться. Единственное, то, что надо понимать, что детская литература, она подразумевает под собой определённые качества, которые обладают, подобная категория книг. И один из них это более простой, упрощённый язык повествования и в некоторых случаях даже специальные пояснения от автора, по факту, разбивающие четвёртую стену с читателем и общающимся с ним напрямую. Поэтому это нужно учитывать, когда мы берём детскую литературу. И первый, этот цикл книг о ведьме Пачкули, Кай Умански, превосходный. Я просто обожаю эти книги, дочитываю уже в подростковом возрасте и не пожалела. Их, по-моему, в серии, если я не ошибаюсь, шесть штук про ведьму Пачкулю. Пачкуля она, потому что она не любит мыться. Она же в вечном хаосе-бардаке. У неё есть хамяк и есть, по-моему, три мухи, помощницы, так скажем, которые всегда с ней. У неё есть подружки. Конкретное число их 12 штук и по пятницам они собираются на шабаш 13 ведьм. У них есть предводительницы. И в каждой книге мы, в принципе, смотрим на её приключения. Их можно читать как по порядку, так и нет. Я помню, что ту книгу, которая сама первая, типа, она знакомится с самой ведьмой Пачкуля, я прочитала, по-моему, третий или четвёртый. От этого не меняется какое-то впечатление от книг. Поэтому советую. Очень интересно. Если будете читать в печатном виде, там ещё и иллюстрации, по-моему, есть, или просто красивое оформление. Поэтому советую. Следующая книга это Анна Сайл. Это повесть «Чёрный красавчик» про коня, про жеребца, который находится на ферме, и вроде как его должны продать на скачке. Интересное там размышление у главного героя. И от самого автора можно посмотреть что-то. Но эти книжки всё-таки, ну, именно эта книга, мне кажется, подошла бы у дяди чуть постарше 11-12 лет. Если предыдущую можно читать там хоть 7 лет. «Чёрный красавчик» надо всё-таки постарше. Так же, как и следующую книгу, через серию книг, армянского автора Фреда Адра «Лиз у Лиз». Там тоже, по-моему, шесть книг. Я прочитала только две, и мне понравилось. Единственное то, что у них формат достаточно большой. У нас в центре сюжета Лиз, его зовут Улис, и как-то он решает, что ему надо найти какой-то клад. И что вот сейчас в воле и суде в его жизни появятся ещё три существа, которые ему помогут это сделать. И в итоге он находит ещё троих. Значит, он находит лису, кота и пингвина. Герои тоже очень яркие, но в первой книге всё-таки, как мне кажется, они подпевали для главного героя. Но во второй они раскрываются как полноценной личности, потому что волей и судеб во второй книге лиса у лиса как такового почти нет. Но вторая книга мне, несмотря на то, что она больше была, и даже немножко мне показалась подзатянутой, там неимоверный юмор. В первой книге тоже, но во второй это что-то с чем-то, особенно когда там была часть связанная с столкновением с бюрократическим аппаратом города. Боже мой, я кокотала просто в голосину. Я вам этот отрывок постараюсь вставить. Ну, передадим, если нам для этого нужно его найти. Пародия задумалась. Ну же, тетенька, ну... Одними губами взмолилась Антланетта. Ладно, сказала чиновница, давайте так, принесите мне справку из полиции, что вы сыщики, справку из контрразведки, что вы не шпионы, и справку из мэрии, что обращались ко мне за разрешением на посещение стратегического объекта Сабильные горы. Хорошо, немедленно согласился Проспер. Где взять последнюю справку? На четвертом этаже в отделе войны и мира у Пародии Фугас. Ну, позвольте, мы ведь уже здесь, у вас. Совершенно верно, согласилась тигрица, ласково протирая платочком бейджик со своим именем. Вы ко мне? На своем веку Проспер раскрыл немало тайн, но логика бюрократов по-прежнему оставалась для него недоступной. К вам. Слушаю вас. Лисы переглянулись. Взгляд Антуанетты был испуганный, а Проспер растерянный. Сыщик повернулся к тигрице. Нам нужна справка о том, что мы обращались к госпоже Пародии Фугас за разрешением на посещение Сабельных гор. Чиновница кивнула, достала какой-то бланк и заполнила его. Пожалуйста, она протянула документ Просперу, отнесите его в отдел войны и мира. А может вы сразу у себя его оставите, робко предложила Антуанетта. Предлагайте мне нарушить инструкции? Документ следует передать в отдел войны и мира. Так предписано предписанием. Мы поняли, поняли. Проспер взял бланк, встал, сел, откашлялся и сказал. Добрый день. Здравствуйте, отозвалась тигрица. Вы ко мне? Да. Принесли документы? Принесли. Давайте. Проспер протянул бланк. Так, посмотрим, сказала Пародия, вчитываясь в документ. А где же справки из полиции и контрразведки? Мы не успели, ответил Проспер. Не понимаю я вас, покачала головой Пародия. Нет, чтоб все сразу принести. Ходите и ходите по сто раз. Антуанетта собралась возмутиться, но Проспер глазами приказал ей помолчать. Простите, сказал он тигрица. Да мне-то что? отозвалась она. Я на службе. А справка ваша недействительна? Как недействительна? Хором воскликнули сыщики. Печати нет, объяснила Пародия. Вы забыли печать поставить. Проспер несколько раз сжал и разжал кулаки. Хорошо, глухо произнес он. Давайте справку, я схожу и справлю дело. Пожалуйста. Пародия протянула ему многострадальный бланк. Проспер встал, сел и сказал. Здравствуйте. Тигрица пристально на него посмотрела. Опять вы? Что-то не так? Да, знаете, вы забыли печать поставить. Не может быть. Покажите справку. Проспер показал. Да, действительно. Удивилась Пародия. Как же это я? Прошу прощения, совсем заработалось. Столько работы не продохнуть, сил моих нет. Ну и дела. Она поставила печать. Готово. Мне право неловко. Хотите, я угощу вас в гофле? Нет, спасибо, сказал Проспер, чуть ли не вырывая у нее справку. Нас ждут в отделе войны и мира. Проспер встал, сел и без лишних слов протянул Пародию и злополучный бланк. Тигрица пробежала документ глазами и сказала. Вот теперь порядок. Очень хорошо. Принесите мне остальные справки и я передам ваше дело на комиссию. На комиссию? Синхронно ужаснулись лисы. Они представили себе комиссию, состоящую из таких особ, как Пародия Фугас, и им стало дурно. Это было что-то неимоверно смешное и такая жизнь, просто жизнь, жизнь. Про возрастной ценз, скажу тоже, с 10 до 13, мне кажется, будет идеально. А вот 33 несчастья Лемони с Никитом можно начинать читать уже помладше. Единственное то, что нужно это начинать либо с мамой, либо быть уверенным в том, что вы не испугаетесь тех вещей, про которые пишет автор. Он сам предупреждает и в начале первой книги, и в конце первой книги о том, что не ждите какого-то хэйпи-энда. У нас тут страшно, несправедливо, но очень интересно. И действительно, книга подойдет для школьников даже, наверное, до пятого класса. Дальше, мне кажется, может быть, даже не будет сильно интересно. В первой книге только-только мы знакомимся с героями с главным антагонистом серии. Буду, думаю, знакомиться дальше, но единственное, то, что очень сильно бросается в глаза, это, конечно, слог автора, который, он прекрасен, но для своей аудитории. Поэтому я думаю, что раз в полгодика я буду к нему возвращаться. Там 13 книг, они тонюсенькие, поэтому добрый путь. И последняя в этой категории книг, это тоже серия книг Йона Колфера Артемис Фаун. Я у него читала не так много книг, но мне тоже поразило остроумие главного героя. Это очень такое легкое детское фэнтези. Ну, а дальше мы поговорим про подростковую литературу. На самом деле, она у меня в меньшинстве. Наверное, это обусловлено тем, что даже в подростковом возрасте ту Янка дала литературу, которую я читала, я ее либо не дочитывала, либо я не буду ее вам советовать, поскольку она уже немного устарела, и я не уверена, что смогу вас ею заинтересовать. Несмотря на то, что я не считаю, что она какая-то сильно плохая, просто не хочу про нее говорить сейчас. У меня здесь всего три работы, с которыми я вам предлагаю ознакомиться. Первая, это нашумевшая работа Ли Бардуга «Шестерка ворона». За вторую часть говорить не буду, еще не читала, но первая, это действительно добротная фэнтези, яркие герои, мотивация у них просто офигенная. Это еще и путешествие, поэтому со всеми везде там познакомитесь, позырите, что как, хорошо расписано, мир прикольный прописан, поэтому советую, посмотрите, как чего. Может быть, дальше познакомитесь Ли Бардуга, либо посмотрите что-то другое, потому что как, как вообще работает у нас мозг? Мы что-то прочитали, посмотрели, такие, дай-ка посмотрю в интернете что-то похожее на это. Конечно, у нас откроется какой-нибудь лайфлип, либо другие каналы блогерам, либо еще чуть-чуть, какие-нибудь там вот на Яндекс.Дзене иногда ребята так расписывают интересно, прям советую посмотреть что-нибудь. И, соответственно, мы смотрим, опа, что-то интересное по такому же жанру, пойду почитаю, понравилось, и дальше, и поехали, поехали, поехали в мир литературы. Так и приходит. Не надо делать это таким образом, что вот у меня стопка книг, и я их буду читать, я буду мучиться и читать, ведь это же сейчас так популярно. Не надо. Кто вам сказал, что эти все прекрасные люди верно думают? Не нравится, закрыли, пошли дальше, все дальше. У меня здесь две книги, советую только их. Это Андрей Сапковский и его два сборника рассказов про Ведьмака. Последнее желание, меч предназначения. Рассказывала в предыдущем видео о том, что мне нравится в Ведьмаке, как он меня спас или не спас. Это можете посмотреть, но в принципе могу сказать, что слог написания очень неплохой, хорошая такая, добротная, не знаю, как это правильно назвать, геройская фэнтези, пусть будет так. Следующая категория книг это любовные романы. У меня их здесь четыре, я уже говорила, что я не сильна в этом, но решила все-таки включить те работы, которые я читала и мне запомнились. Первая это Грэм Симсион и его проект Рози. Мне понравился там главный герой, потому что он такой ботан на заучку, у него еще ОКР по очень многим вопросикам, вот, и дело происходит в Австралии, при том, что вообще даже не скажешь, что это Австралия, я иногда об этом забываю. Если бы они во второй книге не переехали в Америку, то я бы даже не подумала, что они живут в Австралии. Значит, он является преподавателем в университете и в какой-то момент понимает, что ему нужно найти женщину в жизни, потому что, ну, сколько можно лет жить одному. И он составляет анкету, по-моему, или список пунктов, которые ему нужны в женщине, и, короче, он отбирает прямо анкеты, он заставляет девушек писать прямо в анкетах что, как и почему, или он сам про них анкеты составляет. Короче, я не помню, но он походил несколько раз на свидание, ему ничего не понравилось, и потом волей судей как-то так получилось, что он связался с Розе, противоположности притягиваются, интересно наблюдать. Вторая книга для меня лично была слабее, третью я даже не читала, но, может быть, прочитаю, посмотрим. Следующая книга это Диана Уин Джонс «Ходячий замок». Было снято замечательно, легендарное аниме «Ходячий замок», но я вас предупреждаю сразу, лучше абстрагироваться от аниме, чтобы более глубоко прочувствовать атмосферу книги, потому что все-таки различия есть, они глобальны, если вот так сравнивать, то книга, конечно же, меркнет на фоне аниме. Я думала изначально, что есть или это трилогия, но потом, когда я закончила эту книгу и решила, что можно продолжить в принципе, потому что автор пишет неплохо, выяснилось, что в следующие книги в них появляются герои, но не главные, и смысла читать как продолжение нет, то есть можно почитать как отдельную книгу, а я уже решила, что не хочу, потому что была бы трилогия, я бы ее как бы осилила, но как отдельное произведение у автора лично для меня не так сильно зацепило, чтобы я ее продолжала читать. Тем не менее, сама история интересная, это, ну, можно сказать, наверное, ром-фанд в какой-либо степени, герои харизматичные, особенно мужичок этот, я не помню, как их зовут, я не вспоминаю имена, вот, поэтому советую, конечно, там вот эта битва с главным боссом меня лично не впечатлила, но для меня книга, наверное, важна больше по взаимодействию главных героев, поэтому советую. И следующая книга, которая тоже для меня важна по взаимодействию главных героев, и она у меня фигурировала в моем предыдущем видео про Анну Джейн, и это Джо Джи Моис, ее «До встречи с тобой». Советую только первую книгу, для того, чтобы понять, нравится, нет, там трилогия, но я выделила только первую книгу, и могу сказать о том, что взаимодействия главных героев, тоже противоположности, притягиваются, и это прекрасно, написано очень добротно, единственное то, что вот у меня издание книги, я открыла когда ее, потому что я до этого ее читала в электронном виде, и тут купила трилогию, шрифт просто мельчайший, бисер, я не понимаю, почему надо было делать такую верстку, что у них огромные там поля сверху, но при этом текст просто михипусичный, мои глазки заплачут, поэтому, скорее всего, пересчитывать не буду, ну, либо буду, но так. И следующая книга, последняя, это «Сисилия Ахерн с любовью Рози». Кстати, забыла сказать про Джо Джо Моэс, что хочу сказать. Времена, это, наверное, где-то начало 2000-х, но это вообще незаметно до третьей книги, во всяком случае, я не замечала, потому что это показано только в третьей книге, где главная героиня с другим человеком общается по пейджеру. Я такая, чё, я была уверена, что это год 16, и всё такое, чего? Ну и вот «С любовью Рози» это тоже прям показано и видно, как коммуницировали люди там 20 лет назад, потому что это эпистолярный жанр, то бишь «Роман в письмах». Изначально это тоже там чуть ли не голубинная почта, а заканчивается всё уже смс. То есть мы там заставим и пейджер, и аську, и мейл, и фейсбук, и потом появляется ватсап, и мы все такие «Аллилуйя». Книга интересная, по ней снят фильм, я уверена, что многие его смотрели, даже я его смотрела, но книга немножко не то, что про другое, там всё-таки немного другая возрастная категория у героев, то есть они идут дальше, не так, как главный герой в фильме, где заканчивается действительно всё очень позитивно и хорошо. В книге это тоже позитивно и хорошо, но немножко с другой, более философской точки зрения. Поэтому советую. При том, что вот другой роман Сесилия Ахерна мне вообще не понравился, а эта работа зацепила. Следующая категория книг — это детективы и триллеры. Тоже не могу сказать, что я супер какой-то эксперт данной области, поэтому здесь даже будут два произведения, два автора из классической литературы, классический детектив. Я уверена, что вы поняли браковое, но мы их оставим на сладенькое. Первое, хотела бы посоветовать цикл книг о Зои Бентли. Это «Внутри убийца заживо в темноте и глазами жертвы» Майка Омера. Могу сказать, что по прочтению ещё двух книг я понимаю, почему ставилась такая большая ставка именно на этот цикл, потому что его действительно проработали, потому что он захватывает, потому что последнюю книгу, которую я у него прочитала, это выглядит как серия, ну, либо несколько серий моего сериала, который я смотрю про пожарных, при том, что у них это всё очень быстро. О, он похож на блудного сына, вот чем это похоже. Что я читала сейчас, я уже забыла. Вчера дочитала, уже забыла. Это действительно похоже, как такой сериал добротный на семь, восемь серий пусть будет, где параллельно расследуются два преступления, и вот это всё такое монотонное, немножко, господи, ну ладно, давай. В аудио формате заходит, конечно, нормально, но читать я бы не советовала. Но цикл о Зои Бентли очень неплохо. Держит интрига, есть, и такая вообще всё очень так чётенько, нет там каких-то рассусоливаний. И, конечно, я вот это люблю поиграть в играх, тоже убийца. Я, блин, ни разу в жизни сколько там не читала, чего я вообще ни разу ничего не угадывала. Ну вот нет у меня этой чуйки. Ну вот последний у Елены Михалковой, про которую мы сейчас будем говорить, я как предположила, но там вы и без предположения, мне кажется, было и так всё понятно, но я не сильно-то я и обрадовалась тому, что я там всё угадала, потому что кто убийца? Убийца там вообще не было, поэтому всё нормально. И мы перейдём к Елене Михалковой, это российский автор детектива. Она пишет, у неё есть серия книг про двух сыщиков и ещё серия про какую-то бабуль, но я читаю у неё сейчас независимые её работы, которые вот одна книга, одна история. Значит, первая книга это 8 бусин на тонкой ниточке. Шикарная история про то, как в семейном кругу пытаются выяснить, кто же убийца одного из братьев. Там интересные такие хитрость плетения родственных уз и очень классно, как автор ушёл в психологию каждого из героев. Вообще, как я поняла, многие любят Михалкову именно за это. Это один из тех случаев, когда детективная линия, она уходит там на третий, четвёртый план, тебе просто приятно, если там условно угадал убийцу. Кстати, вот здесь было прям интересно угадывать. Не знаю, может кто-нибудь угадает. Я не угадала, я сначала а, да-да, точка-точка, это он. И потом такая чё, 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 не он. Ну, фу, на вас всех 10 раз. Вторая её книга это иллюзия игры и здесь нам приоткрывается мир казино азартных игр и того, что может произойти, если кто-то захочет ограбить казино. Советую, всем советую. Я в какой-то момент такая, ааа, да тут так, а потом такая, да не-не, а потом такая, ааа, я просто офигела. Поэтому советую почитать. Слог, кстати, не тяжёлый, есть покетбук очень маленький, такие приятные, можно с собой везде носить. Можно взять большие сейчас, ну, по-моему, просто из-за того, что эта книга достаточно старая, там, 2005 года, 2008, то, по-моему, у них нет вот этого переиздания в твёрдой обложке, но, мне кажется, я вот буду её собирать в покетбуке, потому что он маленький, такой удобненький, вот, конечно, обшарпывается немножко, но он и стоит не гигантских денег. Дальше у нас идёт Агата Кристи, её классика, которую экранизировали, это «Убийство в Восточном Экспрессе». Мне тоже понравилось, потому что я понимаю, почему его экранизировали. Я не эксперт по Агате Кристи, не много чего у неё читала, но «Серкелем Пуаро» мне нравится. Роман «Бис Марпл» я вообще не читала, честно говоря, не особо хочу, но Пуаро, вот этот харизматичный, такой элегантный мужичок-дедушка, мне нравится, поэтому советую. И последний это Артур Конан Дойль с его этюдом в «Багровых тонах». Советую начать с него, потому что я, как заядный человек, который любит хронологию, не может вам посоветовать чего-то другого. С этого начался Шерлок Холмс, и всем советую с него и начать. Это повесть, потом там есть ещё одна повесть, а потом уже начинаются вот эти сборники его рассказов, как раз-таки, где мы можем просто наблюдать за героем, как в сериале. Поэтому советую, должно быть интересно. Плюс вот этот всё-таки британский колорит. Мне что в кино, что в актёрах, что в литературе, просто обожаю. Следующая у нас юмористическая проза. Это чисто вкусовщина. Кто-то может выбрать триллеры, кто-то может выбрать фэнтези, кто-то может выбрать ром-фант, например, кто-то может выбрать, я не знаю, ещё что-нибудь интересненькое. Но для меня это юмористическая проза, потому что я люблю комедии, я люблю литературу, в которой можно посмеяться. Всем её советую. Первое, это у нас Евгений Чеширко и его дневник домового. Шикарная работа, советую её слушать в аудиоформате, найду вам автора озвучки. И вот здесь её прикреплю, потому что это что-то неимоверно смешное, поднимающее настроение и заставляющее вдыхать в свою осеннюю рутину жизнь. Просто вот советую. Потому что погода на нас влияет в той или иной мере, и ходим мы все угрюмые. С этой книгой выходить угрюмыми не будете, просто постоянно будет улыбка на лице. В печатном виде что-то там я так и не разобралась, какое там издание полное, я знаю только про одно издание, такое большое, в котором все есть рассказы, почти, кроме последнего. А вот там есть маленькие книжечки, вот в них я не уверена, что есть всё. По-моему, нет. Поэтому точно говорить не могу, но в любом случае в открытом доступе есть, по-моему, в живом журнале, сам Евгений Чеширко это всё опубликовал, все заметки из дневника домового до самой последней. Поэтому, если что, можно почитать прямо онлайн на его сайте. Всё в открытом доступе. Наслаждайтесь. Следующие две книги это «Моя любовь с недавних времён» Терри Пратчетт. Первая книга это Терри Пратчетт и Нил Гейман «Благие знамения», при том, что я вам советую её читать в определённом переводе от фан-зоны, потому что мне он понравился намного больше, он достаточно забавный. Он не то чтобы любительский, но, по-моему, вот та, которая выпускает «Эксмо», там более сухой перевод, в котором многие шутки теряются. И вторая книга это уже работа Терри Пратчетта, называется «Направда». Знаете, я могла бы сказать, что у меня не цепляют обложки, я покупаю книги по внутренности, но нет, я была бы лицемеркой. Я увидела просто, это была просто даже реклама на каком-то сайте интернет-магазин «Лабиринт», я увидела там офигенную обложку, просто у меня двойные стандарты, я могу величать за то, что новое издание классики, но мне не нравится, потому что какие-то там аниме, вы что, вы что, это же классика! Но при этом, когда что-то подобное делают на обложках Терри Пратчетта, я такая, заверните два, а конкретно четыре, потому что я купила у него как раз-таки «Правду» и еще одну трилогию из его подцикла. И вот меня так поразила эта обложка, думаю, все, я ее прочитаю, если понравится, куплю в таком издании. Купила! Ну и мне очень понравилось, на самом деле, я до этого пыталась знакомиться с Терри Пратчеттом и знакомилась вот «Благие знамения» и еще «Мор ученик смерти». Ну, как-то, да, неплохо, но думаю, не знаю, пока не знаю. Хотя мы с папой, ну, точнее, как мы, папа ее очень любит, и когда мы куда-нибудь едем, он скачивает аудиокнигу, и мы все дружно ее слушаем. Просто вот, опять же, у меня есть вот эта тема с хронологией, я люблю все это, чтобы было в хронологическом порядке, и поэтому, конечно, я решила начать как истинный человек. Я не знала, что правда это не в каком-то цикле, но просто я такая смотрю и думаю, боже мой, как будто все герои друг друга знают, и когда я посмотрела, я поняла, что эта книга, по-моему, чуть ли не самая последняя, которую написал Терри Пратчет, и разворачиваются события в Анморпорке, где, в принципе, очень многие герои должны быть читателю знакомы по предыдущим циклам, в том числе и городской страже. И вот я начала его читать, забыв посмотреть, что это самый большой подцикл, который есть у Терри Пратчета, если я не ошибаюсь. Так, прикольно. Но я пока прочитала только две книги, у меня еще на подходе еще две я буду читать, но сейчас я читаю вот этот подцикл, который я купила в печатном виде, потому что я что-то много накупила себе книг, которые у меня не прочитаны, и я решила, что пока книги я покупать не буду, буду читать. Я что-то много заболталась, забыла рассказать про сюжет, благие знамения я не буду рассказывать, сами все узнаете, а вот правду расскажу, что это появление первой газеты, первого СМИ в Анморпорке, особенно в период, когда происходит политическая суммута. Очень интересно. И на самом деле, я считаю, что Терри Пратчета нужно начинать читать, когда есть небольшой багаж знаний в культуре, в истории, в каких-то событиях, которые очень интересно, образно повторяются из раза в раз в разных странах с разными людьми, но исход примерно одинаковый. И когда ты плюс-минус шаришь за все вот это, что происходит в мире, очень интересно читать, как Терри Пратчет это все обыгрывает в своих книгах. Просто превосходно. Поэтому я советую все-таки читать это, когда ты уже постарше, хоть многие пишут, ой, это литература для детей, вообще непонятно, ребенку в 8 лет будет это вот интересно, а взрослым вообще не понимая, как это читает, я такая, Заюш, если у тебя мозга нет, ну это твои проблемы, пассивная агрессия. Здравствуй, привет. Давно не виделись, ровно со вчерашнего дня. Советую читать лет с 13-15, но чем старше, тем больше мы понимаем, как раскрывается для нас Терри Пратчет. Поэтому советую всей душой. Я вот честно вам скажу, не считаю себя суперэрудированным человеком, кругозор у меня тоже такой средничковый, но вот я понимаю, что когда я понимаю отсылочку Терри Пратчет, а я, наверное, понимаю одну соту того, что у него там заложено в тексте, я просто, я радуюсь, как ребенок. Серьезно, правда, вот советую вам почитать, прям интересно, очень интересно. Каждый причем найдет для себя свои отсылочки к своим историческим моментам, людям и т.д., но все равно каждый получит незабываемые эмоции. Приходим к классической литературе. И первый у нас Джек Лондон с его Смоком Белью. Это сборник рассказов про то, как чувачок, который был вроде как корреспондентом какой-то газетенки, решает поехать на Клондайк. И что из этого выходит? Есть вторая часть Смок Белью и Малыш. Мне она меньше понравилась, потому что она как-то очень трагичная, особенно в конце. Но первая книга просто советую всей душой и сердцем. Очень забавно, интересно. Хоть сам Джек Лондон и писал о том, что ему ненавистна подобная литература, потому что он это писал для потехи публики, для зарабатывания денег, потому что он все это публиковал в журнале. Ну и, соответственно, чем больше рассказов, тем больше денег. Тем не менее, я считаю, что да, я та самая публика, на которой будет потешаться. Ну, либо восхищаться. Следующая книга это британский наш мужичок Джером Джером и его трое в лодке, не считая собаки. Обожаю. Сатира. Очень забавно, как трое друзья решили попутешествовать по темзе. Следующая книга это сборник рассказов Ивана Бунина «Темные аллеи». Я ее чуть не дочитала, потому что она у меня была в электронном видео, в аудиоформате, я чуть думала, что закончилась. Но посмотрела, нет. Я купила их вот в печатном виде, думаю, дочитаю. Хотя у меня и в аудиоформате врут на визит. Короче, я просто помню, что я записала, на каком рассказе остановилась, и я вобью в этом году. Но предупреждаю сразу, что «Темные аллеи» это сборник рассказов про любовь, но ни один из них не заканчивается позитивно. Вот клянусь вам, я ни одного не помню, чтобы было что-то хорошо. Поэтому готовьтесь к этому. Но я считаю, что такая литература нужна для того, чтобы мы учились анализировать и не забывать о том, что мир это не радуга, сладкая вата и пони. Все-таки в ней есть реализм. Но нужно спускаться с небес на землю и видеть, что есть очень трагичные, но при этом в свою очередь глубокие истории любви. И эта любовь может быть совершенно разной. Следующая книга это Эрих Мария Ремарк «Ночь в Лиссабоне». В принципе, как я поняла, хоть я и не знаток полностью творчества автора, что он по большей части пишет про Вторую мировую войну. Интересно посмотреть, как один человек готов ради двух билетов на пароход до США, по факту билет в лучшую новую жизнь для себя и своей любимой, готов провести ночь с совершенно незнакомым человеком за разговорами и историей его жизни, чтобы узнать, почему же этому человеку больше не нужны эти два билета в новую жизнь. Интересно, трогательно и просто очень-очень слезливо, потому что действительно, когда... Я вообще очень люблю читать подобную литературу перед 9 мая, вот в этом году читала осенью, ну не в этом, а в прошлом. Я прям советую, можно с нее начинать знакомиться с Ремарком и посмотреть. Нравится вам, нет? Объем вот, кстати, небольшой, не такие, как другие его произведения. Следующая книга, предпоследняя, но не по значимости, это Джейн Остин и ее доводы рассудка. Честно вам скажу, что гордость предупреждения, она, конечно, прекрасна, но настолько распиарена, что как будто смысл ее веса в литературе мировой для меня немножко утратился, потому что как-то как будто я ждала чего-то большего. Плюс сам мистер Дарси, он, конечно, классный, душка такая, на-на-на-на. Я просто, блин, не люблю таких людей, которые вот, они что-то все решили, и что вот они вот, да, вот я так решил и так и будет. Да, я, конечно, потом извиню, что я где-то был неправ, но я все равно был прав. Ну, такое себе. Поэтому я вам советую прочитать именно доводы рассудка для того, чтобы незамыленным взглядом на очень распиаренную и популярную другую книгу автора посмотреть на то, как пишет Джейн Остин, понять, нравится вам это или нет, и продолжить в случае положительного ответа знакомства с данным писателем. И последняя книга, я ее включила чисто так по фану в этот список, это Ирвинг Шоу «Ночной партие». Я бы не сказала, что эта книга меня очень поразила чем-то. Это просто симпатичная авантюра, в которую вписался главный герой, у которого, не могу сказать, что суперсложная какая-то судьба, но, тем не менее, по воле и судеб он меняет свой род деятельности и становится «Ночной партие». Ему тоже по воле и судеб приваливает много денег, и теперь ему нужно разобраться, что с ними делать. Узнаете, чем все кончилось. Неплохо. Могу сказать, что книга небольшая, но мне показалось, как будто она очень длинная. Ну, в любом случае, можно познакомиться. Это тоже где-то событие, наверное, не могу сказать, наверное, это послевоенное уже время, где-то 60-70-е Америка. Что хочу сказать в окончании этого видео? Все возможно. Если вы хотите читать и настроены на это, то вы найдете на это время. У меня есть несколько идей для того, как можно вообще влиться в читательский мир. Первое, это, конечно, покупать себе печатные книги, потому что это вдохновляет. Это сразу на виду, что у вас это есть, и всегда можно начинать с каких-нибудь, например, комиксов, либо чего-нибудь такого, где больше ты смотришь, нежели читаешь, но при этом вливаешься в это все. Эти мне нравятся детская литература, потому что чаще всего в печатных изданиях красивое оформление, есть картинки, сюжет неплохой, и потихонечку можно вливаться в мир литературы. Второе, это, конечно же, надо находить время на это все. Предлагаю вам читать в общественном транспорте. Дома я, честно говоря, не так часто читаю, но если вы выделяете себе время на это, то это очень здорово. Здорово, если вы можете себя обустроить в какой-то такой уголочек для чтения, например, крест, либо там удобно как-то на кровати обустроить с подушками себе читальное место для того, чтобы это было в радость. В общественном транспорте вообще идеально, главное не проехать свою остановку. И также присмотритесь к аудиокнигам, если, например, у вас есть домашние питомцы, с которыми вы гуляете, то бишь собаки, с кем еще можно гулять, либо если вы просто любите погулять, сами там пешие прогулки в одиночестве, либо это спорт, либо еще чем-то вы таким занимаетесь, где не требует какого-то взаимодействия с другими людьми, но при этом это занимает какую-то большую часть вашей жизни, то, конечно, тоже присмотритесь именно к аудиоформату. Очень много есть в хорошем исполнении знаменитые чтецы, которые свои харизмы просто покоряют. И, может быть, книга даже не столь сильно вас может сцепить, сколько сам чтец, который просто очень здорово выполняет свою работу, и у вас чудесные эмоции после прослушивания какого-то произведения. В любом случае нет ничего невозможного. Читайте, узнавайте что-то новое и помните, что никому нельзя позволять себя обижать, потому что это вы можете сделать сами, хотя с другой стороны можно этого и не делать, и каждый день себе и каждому вокруг доказывать, что вы офигенные, и у вас обязательно все получится. Пусть не сегодня, завтра, через год, но все будет обязательно хорошо. Я с вами прощаюсь до следующего видео и пока!